Я фотограф, и если на снимках проблемы с кожей мне легко исправить, то в жизни их маскировка не выход. Акридер МГК в комплексного действия помогает бороться с воспалением, покраснением, инфекцией и зубом на коже. И дарит больше уверенности в жизни и в кафе. Акридер МГК. Здоровой коже красота. Привет, ребята! Новый день, новый влог. Сегодня вообще Новый год, блин! Охренеть! Это первый мой влог, который я снимаю в этом году. Вообще первое видео, которое я снимаю в этом году в 23-м! Охренеть! И сегодня у нас за окном минус 16, но я думаю, ощущается как минус 100. Слава сейчас помогает мне чистить машину, я поеду на маникюрчик, потому что у меня трэш. Смотрите, гляньте. Видите, как все отросло? Делала в Смейл Студио. Еще в том году чисто прошлогодний маникюр. И педикюр тоже сегодня буду делать. На улице трэш! Ничего не скажешь. Я даже удивлена, что у меня окно открывается, потому что двери никакие не открываются, кроме переднего вот этого. Так что поеду делать сегодня маникюрчик, педикюрчик. И пока буду ехать, немножко с вами поболтаю. Мне ехать сейчас показывает 19 минут. И буду я ровно в 4. По сути, мне надо уже выезжать, но я чувствую, что машина еще не до конца прогрета. И я, наверное, опоздаю на минуты 2. Но лучше прогрею машину, потому что иначе будет нехорошо. И пока греется машина, я вам вот что скажу. Первое видео, которое я решила выпустить в этом году, как ни странно, это было видео про замершую беременность, которая у меня была, получается, ну, понятное дело, в том году. Что интересно, я даже еще не сняла то видео, потому что я как раз думаю, ну, сделаю хотя бы маникюр. Потому что сегодня 9 число, первый рабочий день, все эти дни я просто отдыхала, лежала, вообще ни о чем не думала. И, честно, я не планировала снимать такое видео про замершую беременность. Мне показалось, когда наступил 23 год, что я хочу эту историю оставить в 22 году. Понятное дело, что я об этом никогда не смогу забыть, еще что-то, но мне просто захотелось что-то такое болезненное, что-то такое тяжелое, что я пережила, скажем так, оставить в том году. Потому что в этом году я хочу, чтобы все было по-другому, я уверена, что в этом году все будет хорошо, все будет по-другому. Потому что я еще не сняла это видео, в котором рассказала про замершую беременность, но я знаю, что я его сниму и выставлю до этого влога. Я просто знаю, что очень многие через это проходят, и это, конечно, просто какой-то трэш и кошмар. Если реально представить, сколько девушек через это прошли, проходят каждый день, и это действительно страшно. Конечно, я уже это пережила, скажу честно. Ну, блин, у меня на это было много времени, и я помню, что я вам рассказывала в видео, что все лето я хочу посвятить просто какому-то релаксу, какому-то, не знаю, отдыху. И все лето мы провели на даче, из-за того, что я еще не знаю, что я рассказала в видео, я здесь, возможно, повторяюсь. Надеюсь, вы не в обиде. Ну, в общем, да, конечно, у меня был ужасно тяжелый год в этом плане. Я, если честно, не ожидала, что вообще может со мной такое произойти. И учитывая, что с несколькими знакомыми, моими там подругами, произошло такое же, и чуть ли там не вот, не знаю, незадолго до того, как со мной такое случилось, Эти ситуации меня все равно не подготовили к тому, что со мной такое будет. Наоборот, я была уверена, что раз это произошло с кем-то из моего близкого окружения, то со мной такого точно не произойдет, потому что, ну, не может же это происходить настолько часто. Как же я в этом ошибалась, и это просто какой-то трэш. Я помню, что в итоге я своим там подругам рассказывала о том, что со мной такое произошло, начиная со слов того, что я была беременна. И понятное дело, что, ну, как бы там девочки мои сразу понимали, что это, знаете, не то, что типа я беременна, ура, а я была беременна. И сразу понятно, что этой беременности больше нет. И когда со мной такое произошло, все, чего мне хотелось, это смотреть видео девушек, у которых было то же самое, чтобы я, ну, знаете, как-то успокоилась, что я такая не одна, что со мной все в порядке, что такое бывает. Хотя это все равно не успокаивало, потому что все равно было такое, типа, ну почему, ну почему. Но на самом деле я понимаю, что все, что в жизни не происходит, все не просто так. И, может быть, к лучшему. Как бы это жестко не звучало, но, как я говорю, что я это уже пережила, прожила и могу сделать разные выводы. Всю дорогу с вами болтаю, как уезжала из дома. И вот уже скоро буду поворачивать, так что буду делать маникюр. Не знаю, когда буду снимать это видео про замершую беременность. Думаю, что завтра, конечно, не сегодня. Сегодня я буду с утра до ночи, можно сказать, на маникюре-педикюре. Я кое-что снимала, когда была в больнице. Ну, в общем, вы это видео уже видели, скорее всего. Я не знаю, что там, да как там получилось. Что я вам показала, что не показала, что рассказала. В общем, в любом случае, потом еще, наверное, что-то где-то прокомментирую, расскажу, если будут какие-то вопросы. Так, ребят, сейчас будем уже делать маникюрчик. Маникюрчик у меня вот такой. Уже закончили педикюр. Не снимала вам на влог, сидела в телефоне, решала бизнес-вопросы. Думаю, часа два, наверное, займет. По цвету сейчас, я думаю, по литру принесут, потому что она у меня там была для педикюра. Но я всегда красные делаю. Но я там уже посмотрела, мне один цвет понравился. Такой пепельно-розовый, что ли. В общем, думаю, не совсем прямо нюхть сделать, а что-то такое. Чуть-чуть поярче. Еще скучаю по Луизе. Она сейчас в Армении. У нее недавно день рождения был. Красотка моя. Хочу, чтобы она скорее приехала, поздравить ее, встретиться с ней. Может быть, она меня даже сейчас видит в эту камеру. Так что сейчас будем делать маникюрчик. Запомните, вот такой дом. Так, ребят, показываю, что получилось. Какая красотища. Очень красивый цвет. Тут маленькие блесточки такие прям небесячие, короче. Ребята, я уже в машине. Хочу сказать, что холодно. Просто трэш. Пишет минус 14. Но я не верю. Просто ад. Я еще забыла машину заранее прогреть. И, короче, это просто трэшняк. Пока я сидела на маникюре, педикюре, с нишком все, короче, забросала. Замело. Ребят, после маникюра я приехала домой. Уговорила Славу, что мы поехали в ресторан. Он уже на тот момент дома покушал и ждал меня. Слава, вот это. У меня вот это. Вообще один огурчик обычно вот такой красивый кладут. Но я попросила дополнительно, потому что обычно мне хочется еще чуть-чуть. А у меня штрих сделали. Короче, прикол. Слава, вот это. В общем, мы со Славой хотим в этом году сделать что-то совместное. И совместное не музыка. Вот обычное. Вот такое мне нравится. Обычное. Не музыка, не реакция. Мы такие семейные бизнесы. Что-то делать. И, конечно, мы пока не знаем, что из этого получится. Но, как минимум, мы решили рискнуть, попробовать. И почему нет? Конечно. Поэтому сейчас наша голова забита размышлениями, мыслями, идеями. И несмотря на то, что у нас впереди ремонт, куча других планов, затрат. Мы еще будем продолжать снимать реакции. Это разумеется. У нас еще сайт работает, все хорошо. То есть мы его будем улучшать. После вот как раз декабрьской хакерской атаки уже все нормально. Ну, как-то все хорошо. Просто, ну, был сложный месяц, декабрь, лично для меня. Потому что, ну, мы прям боролись с людьми, которые нас атаковали. Поэтому, ну, мало чего выходило. А сейчас будет больше выходить реакций, контента. Плюс еще, ну, зубы я доделаю свои уже, я считаю, уже считанные дни. Да, так что в январе много вопросов, я думаю, решится. Скажем как вопросов. Много произойдет таких решений, которые в итоге будут с нами в течение года. Короче, если вдруг у нас получится осуществить задуманное, то надо будет, конечно, идти вперед, не отступать. Мы в этом плане немножко нерисковые, нерискованные, не знаю, как правильно сказать. Короче, все вокруг нас что-то делают, шевелятся, двигаются, что-то там какие-то бизнесы перестроят. Ну, мы тоже хотим, но мы такие, знаете, типа нам нужно, чтобы все было спокойно, чтобы без рисков. А так не бывает. Другой бизнес – это всегда риски, это, возможно, потерять какие-то деньги, еще что-то. Вот, но мы хотим постараться, в общем, продумать все до мелочей. Хотя это невозможно. Вот, так что будем в ближайшие месяцы работать над нашей идеей, которая, возможно, озвучит, ну и просто сделает нас какими-то успешными людьми, людьми, которые занимаются чем-то помимо творчества. В общем, да, вчера мы со Славой ездили как раз-таки по этому вопросу на одну, можно сказать, встречу. Буду говорить загадками, вы так и не поймете, о чем я, пока мы не запустим, например, то, что мы там замышляем. Можно гадать, можно не гадать. Забейте, короче. В общем, просто рассказываю, что ездили вчера по этому делу. Сегодня Слава уже сделала несколько созвонов-обзвонов. Тем временем я думаю над какой-то тоже креативной частью нашей идеи, скажем так. Так, ну еще много работы впереди. Мы пока, наверное, дня два или три только загорелись этой идеей и вообще решили попробовать. Вот, но самое главное теперь не свернуть с этого пути. Потому что такое очень часто бывает. Самое главное не слиться. Да, не слиться, потому что у нас часто бывает, о, типа, а давай, типа, замутим, а давай. И в итоге просто, ну, где-то это остается в одном месте и ничего не замутится в итоге. Поэтому я надеюсь. Ой, я еще. 13-го ты пойдешь зубы ставить, надеюсь, да? Нижние. Слава иногда переживает, что у него не белые зубы. У него третий оттенок, у меня второй. Но на самом деле... Короче, это не самый белый оттенок, чтобы вы понимали. Ну, конечно. Вот вам кажется, что у нас с Юлей одинаково белые зубы, да? Да, никому так не кажется. Сейчас этот цвет не очень. Не, у Юли белее даже зубы, чем у меня. А у меня, короче, зубы супер натуральные. У меня, ну, у меня родственники даже, ну, типа, не все забентили. То есть у меня и так свои зубы были отличные. Ну, поэтому и не заметили. И просто потому, что цвет новых зубов, он, ну, не сильно выбивается из общего, как бы, этого впечатления, да? Так сказать. И поэтому даже никто вопросов не знает. Своим верхним виниром. Просто у меня сейчас наверху только виниры стоят. И зуб опять мне позабрали. Но зуб красит. У меня его то вставляет, то забирают. То вставляет, то забирают. Только я обрадовалась. Ну, ничего, зато ему сейчас его покрасят под винирой. И уже будет красота от всего одинакового цвета. Да, а еще я отказываюсь от сахара. Ну, не полностью от сахара это невозможно. Но я пытаюсь, короче, ограничить себя в поедании сахара. Я нет. Сегодня даже кофе заказал. Попросил прям в минимум, чтобы сахар там был. И планирую как минимум, как минимум неделю прям вот вообще прям на таком сахарном детоксе пробыть. Баба хочет и меня на эту шлягу. Не, я тебе не хотел. Ну, конечно. Короче, я себе вот дома делаю чай, например. Допустим, такую чашку я 4 сахара положу. Когда я прошу сделать чай мне Славу, он мне 3 положит. Я тебе тоже 4 положу. Не, он мне говорит, что 4, но я на вкус знаю, что не хватает буквально одного квадратика. Там 4, 4, 4 сахара. Короче, я это просто чувствую, ну, блин, знаю я. Так что Слава тоже ставит мне поменьше сахара. Что потом, я жирная? Нет, я берегу просто твое здоровье, потому что сахар это много чего нехорошего. Да, это не только жирная. Так же, как и соль. И соль, да. Но просто сахар, мы как бы это так уже привыкли к нему, как что он есть. И мы его в таких количествах принимаем, что даже не замечаем, как много. Не знаю, мне кажется, я не так уж и много. Я не знаю, единственное, что я фрукты, там, яблоко, не знаю, что еще, мандарины, ягоды ел. Но там слой какой-то сахар, не знаю, полезен он или не полезен. Ну, короче, я просто... Там свой сахар. Свой сахар. А так, по сути, что из сахарного еды? Ну, соки апельсиновые, допустим. Да, там тоже есть сахар, чай сахар. Но, по сути, что еще? Я не ем что-то, там, не знаю, сникерсов и баунси, сколько ты, например, ешь. Да-да. Безобразие. Собственная жена сдаёт крик. Вчера, когда Слава читал какую-то статью по поводу того, что там надо отказаться от сахара или видео, ты смотрел? Видос. Видос, короче, смотрел. Мне было так смешно. Потому что я как представила. Он такой говорит, все, я больше не буду есть сахар и так далее. Мне стало немножко смешно, потому что... Ну, как-то, знаешь, от сникерса, ну ты не можешь. Легко. Просто не буду. Я же у меня был... Ты хотя бы в бассейн ночник ходишь. У меня был кофейный детокс, и я спокойно неделю вообще кофе не употреблял. Ну, может, пару месяцев назад, когда-то. Давно. Не, было такое. Было такое. Вот у меня кофейный детокс. Ну, у меня также с сахаром, я просто не смогу от него отказаться на 100%, потому что это нереально. Вот если так посудить, посмотришь на любой продукт, везде есть там какая-то доля сахара. Ну, просто перестаньте жрать всякие вкусняшки, я в состоянии и в силах. Поэтому давайте в комментариях поддержим меня, что, ну, мое это начинание, чтобы у меня все получилось. И много ли у нас среди подписчиков людей, которые отказались от сахара? Ну, хотя бы не полностью, но серьезно ограничивались. И что хорошего вам это дало? Полностью, полностью даже... Нет, это невозможно. Даже полностью невозможно. Слушай, да, в том же соус в каком-то. И вредно полностью отказываться от сахара. Вредно. Ну, я просто не знаю, насколько это правда, но даже не из-за этого решился, а просто потому что, ну, хочется немножко себя, ну, в более таком лучшем виде видеть. Похудеть-то хочешь? Ну, другими словами, похудеть, ладно. А что такое? Слушай, всем нам мешает быть в форме. А в видео рассказывали просто, что когда в твоем организме много сахара, то, типа, твое тело перестает питаться жирами. Они просто на тебя откладываются и растут. А если у тебя сахара будет меньше, то организму придется... Будет именно жир употреблять, чтобы энергию какую-то получать. Да, чтобы энергию получить, он будет жир употреблять. А так у меня с сахаром много в жизни. И жир. И жир. Да нет, вообще, на самом деле, Слава, не жирный. Но ты можешь быть лучшей версии. Тебя так же, как и каждый знает. Мне, на самом деле, мне надо чуть-чуть слегка сбросить, типа, ну... Килограммчик 4-5. 4-5 и вообще нормально. Я не знаю, на самом деле, я не знаю, сколько я мучаюсь с ним. Я уверена, что многие девчонки, у которых тоже есть там парни, я не знаю, мужья, которых сложно заставить, не знаю, пойти в бассейн. Я уж не говорю, там, в зал включалку, типа, чтобы именно было какое-то подкачанное тело. Я вообще не фанатка этого. Просто бассейн для здоровья. У меня подкачанное тело. Очень подкачанное. Я люблю твое тело. Он мне нравится. Просто я не могу его заставить ходить в бассейн. Зай, обещай сейчас, что ты начнешь ходить в бассейн. Я тебе реально говорю, я уже... Он закатит. Ну, просто я уже не наступлю. Я уже год с тобой борюсь. С прошлого года эта тема. Ну, все, все, не ночь. Ну, обещай, скажи, что пойдешь в бассейн. Че молчишь? Че ты молчишь? Че ты молчишь? Молчание – знак согласия. Слышь, Лёнка, этот бассейн. Я, на самом деле, тоже хочу пойти в бассейн. У меня всегда страхи от всяких, не знаю, штук, которые плавают там в воде. Конечно, там хлорку добавляют. А хлорки еще как? Но все равно убивает ли она все микробы. Всегда страшно, что какой-то микроб заползнет в меня. Вот ходить в бассейн общественный, типа, ну, в городе, да, где-то. У меня это такое брезгливость вызывает. Ну, не настолько, знаете, сумасшедшись. Я могу пойти, но просто мне всегда кажется, а вдруг, типа, там, не знаю, какие-то бактерии чужие плавают. Но когда мы приезжаем куда-нибудь на море, я там спокойно иду в бассейн, и думаю, бассейн, круто. Я не знаю, в чем, типа, разница, в чем прикол. Хотя я столько тоже в детстве и вообще, в принципе, за свою жизнь ходила в бассейн. И даже и для спины, и просто, ну, в детстве как-то ходишь там с родителями в бассейн, типа, полезно. И никогда ничего такого не было, чтобы подумать, типа, больше не будем ходить в общественный бассейн. Ну, не знаю, с чего у меня это такая, какая-то навязчивая идея появилась. Ты же хочешь бассейн, все нормально? Я не люблю общественный бассейн, потому что надо надевать эту шапочку дебильную. Больше, как этот, гаммун тут какой-то. Давай. Привет, ребята, новый день. Вчера я сняла то самое видео, про которое говорила вам в начале влога. Я вообще планировала, что сегодня я его уже выставлю. Вчера я его ночью смонтировала. Сегодня я его днем, как проснулась, домонтировала. Там, ну, как сказать, что-то подрезала, уже на свежую голову с утра посмотрела, тоже что-то вырезала. Короче, из трех часов материала, который я записала, мне даже не верилось на момент, когда я снимала видео, что я уже целых три, блин, часа говорю, вообще шок. Я оставила где-то час, ну, час и там 9 минут. Вот. И я планировала выставить сегодня видео, сегодня 11 число. И, как вы знаете, все это время, до декабря, видео у нас сначала выходили на сайте, вио-вио, но в декабре, во-первых, я не успевала снимать контент, который могу выставить на сайт, и только потом через 4 дня на YouTube, потому что было много проектов рекламных, и нужно было быстро успевать их снимать и сразу же выставлять на YouTube. То есть не было времени, скажем так, еще где-то его выставить, подождать пару дней, чтобы была какая-то эксклюзивность, скажем так. Поэтому мы, ну, как бы сразу написали, что вот так и так в декабре, ну, не получится, не успевается все это дело. Вот. И я планировала открыть видео сначала на сайте сегодня, но какие-то никчемные хакерсы на нас нападают. Не знаю, че им надо, блин, уродцы вонючие. В общем, не дают мне нормально выпустить видос. Так что, к сожалению, в общем, я просто написала у себя в Телеграме, что, типа, ребята, сегодня выйдет видео, потому что оно у меня уже готово, все, типа, я обложку сделала. Не знаю, кому нужно взламывать, ну, пытаться там как-то положить в наш сайт, взломать его. Конечно, можно какие-то предположения делать. Ну, то есть это в любом случае люди, которых мы не знаем, скорее всего, потому что, ну, мне кажется, это просто, типа, бред сумасшедшего. Люди на это тратят деньги. То есть, понимаете, взломать сайт, его положить, там, хакернуть, не знаю, как это называется, это стоит денег. Причем то, что там нам на сайт нагоняли, насылали, это стоит нормальных таких денег. Короче, мы вообще в шоке, не понимаем. Но, с одной стороны, мы даже рады, что какой-то наш ненавистник, злыдень, мы предполагаем национальность, ну, короче, ладно, не важно. Мы рады даже в какой-то степени, что эти люди тратят деньги, вот. Пусть тратят, ничего страшного, у них, наверное, их очень много, и они им не нужны, например, на что-то более важное. Пусть тратят на такие вещи, как взломать какой-нибудь сайт. Я понимаю, мы были бы какой-то, знаете, серьезной конторой, которая там, я не знаю, типа, госуслуги какие-нибудь. Ну, типа, мы просто снимаем видео. Короче, ладно, я поехала на встречу с своей подругой Настей в Атриуме, мы встречаемся еще сегодня, зайдем в Миллс. Кстати, я хочу посмотреть, есть у них вот такие свитерочки, я ее просто обожаю, вот эту кофту. Каждый день мне хожу, она просто обалденная. Я уже еду, сегодня не так холодно, сейчас минус 7 показывают, потому что на них было вообще просто трэш. Кстати, обратите внимание, у меня другой пробор, обычно всегда прямой. Вот, но я вчера делала прическу под видео, наряжала, блин, капец, чтобы такую тему сложную, тяжелую обсудить. Ну, блин, хотелось, чтобы, все равно, хотелось выглядеть просто хорошо. В любом случае. Ну, как, в принципе, мне всегда хочется ничего нового. Не знаю, интересного вам нет, кто знал вообще о том, что я была беременна. Из друзей я рассказала сначала о своей подруге Насте, потому что мы с ней встретились, скажем так, первыми мы с ней встретились. Она первая, короче, с кем я встретилась спустя какое-то время. Я рассказала, она была в шоке, просто в лютом шоке. Она меня, конечно, поддержала. Также поделилась со мной историями, которые ей тоже рассказывали, что такое бывает, что она уже тоже об этом знает. Потом я встретилась со своей подругой Камилой, и она ко мне в гости приезжала. Причем самое интересное, что 9 июня у нее был день рождения, а 10 июня она его отмечала. То есть в день, когда у меня была операция. И, ну, понятно, я ей сказала, что я не приду, все, туда-сюда. И, знаете, я чувствовала такую неловкость, то, что, ну, типа, я не объясняю нормальной какой-то причины, почему я не приду к подруге на день рождения. И ей написала, что давай просто потом вдвоем увидимся, посидим, ну, типа, туда-сюда. Ну, и, короче, я ей тоже рассказала, понятное дело. Она вообще тоже охренела, офигела. Я уж не помню, что тогда я пила, уже антибиотики нет, но, по-моему, мы с ней венца уже попили. Потом я рассказала своей подруге Луизе. Она тоже офигела поддержала. Ну, короче, все мои вот близкие подружки, кому я рассказала, все поддержали, разумеется, подбодрили, ободрили. И, конечно, о таком как-то сообщать друзьям, знакомым, разумеется, хочется как-то, если уж и сообщаешь, что вживую, а не по перепискам. А я уже подъехала к Атриуму. Мы сначала с Настей пойдем покушаем в мой любимый ресторанчик. Здесь чайхана. Очень вкусно. Там, конечно, с ума схожу. Там этот бестроганов обалденный. Просто какой-то кошмар с этим огурчиком. Сначала покушаем, и потом с ней вместе пойдем в магазин Филс. Шопится. У нас будет лютый шопинг. Так, едь. С дизайнером у нас работа уже идет полным ходом. Я ей уже все скинула, рассказала, что, как, что, где я вижу. Ну, грубо говоря, не то, что я прям все досконально описала, но написала, что, где, как, сколько, что нам надо, что у нас кабинет, туда-сюда, чтобы потом, если что, можно было это сделать там, а это там. Я очень рада, что я рассказала. Я очень рада, что я сбросила с себя этот груз, рассказав свою историю. Мне действительно стало легче. Я прям, знаете, чувствую, что теперь я как будто освободилась от чего-то. Я не знаю, как это назвать. Какой-то тяжести прям, знаете. Мы встретились с Настей, с моей подружкой, и она, прикиньте, мне подарок купила. Ну, мы же будем на день. Ну, да, но просто я его даже никак не отмечала. Во-первых, она мне еще вот такую штучку открытла. Там самое главное внутри написано, но им не говори. Ну, я почитаю. Ну, я почитаю. Так, сейчас интересно посмотреть, что за подарок. Так приятно. Ну, это вообще булочка. Такая коробочка. Я этот бренд ювелирных украшений сейчас не очень люблю. Ну, типа, вот эти сами уже штуки, не модные. Но вот это я подумала мило. Это под детство? Да, это как древо, поняла. Да. Чтобы в вашей семье все было хорошо. Это были такие милые, сплачевые. Я подумала, это будет мило. Смотрите. Во! Сфокусировалась. Красивее. Я еще смотрела вместе в Инстаграме, не понимала, какие украшения ты носишь. Голоты или серебряные. Я понимала, что если это не съемка, то никакие. Слушай, на самом деле, я вообще последнее, не знаю сколько, хожу постоянно с крестиком. Периодически тоже я снимаю. Поэтому, спасибо. В любом случае, я такие штучки люблю. Аккуратненькие, знаешь, миленькие. Ну, не такие, вырви глаз. Красиво. Еще то, что так символично, типа, для семени. Такое. Красиво. В общем, будем с Настей болтать. Да, всем пока. Хочу все обсуждать. Я опять попросила двойной огурчик, но я думала, что мне принесут просто две вот такие завитушки. Потому что обычно одну такую приносят. В итоге у меня теперь вот сколько. Это просто капец. В прошлый раз мне сделали три таких завитушки. Теперь я не знаю, как я это съем. Ты еще раз провешь, а мне все будет. У меня просто с его простым огурцом. У меня принесут просто один огромный огурец. А у нас, типа, пока, криво свое. Я до этого съела уже салат, я тебе не могу. Да что там салатики обычные? Давай, кусай. А мы болтаем и будем кушать. Ребята, всем привет. Новый день. У нас сейчас день. Мы недавно встали. Я накрасилась, чтобы с вами попрощаться, чтобы закончить этот влог. И чтобы начать, наверное, снимать новый влог. Потому что сегодня мы поедем на дачу, но попозже. Потому что я еще не демонтировала этот влог. А в моих планах выпустить его 15-16. Я не знаю, куда мы вернемся в Москву. Ну, короче, не знаю. Пока не знаю. Вот. И мы сейчас будем кушать хачапурс. Нужно очень горячие. В последнее время подсеяли на хачапуре. По-мигрельски. Всегда их любила, ела. Но потом в какой-то момент мы перестали их заказывать. Перестали их есть. А тут что-то опять вообще зашло так классно. Блин, я их так долго грела. А вратарь как будто не это. Последние дня 4 я ужасно плохо спала. И сегодня первый день, когда я нормально поспала. Потому что каждый день у меня были какие-то дела. Надо было куда-то встать, с кем-то встретиться. Что-то, короче... Я уже даже не помню, что у меня было. Но, короче, каждый день что-то такое было, из-за чего я не могла нормально поспать. И иногда приходилось поздно лечь. Потому что я там то хотела видео демонтировать, то еще что-то. И потом еще такая фигня, что у меня на телефоне не был включен режим сна. Типа не беспокоить. И каждый день практически, там начиная с 9 утра, мне приходила куча разных смс-ок и так далее. И в день, когда я видео выпустила, наутро мне приходило много смс-ок. Ну, короче, все это меня будило. Я потом не могла уснуть и чувствовала себя ужасно. Поэтому я решила нахрен отключить все. И сегодня просто реально выспаться. И я выспалась. Я даже вчера плохо себя чувствовала из-за этого. У меня была какая-то, знаете, как будто тревожность или какое-то давление. Ну, короче, не знаю. Очень неприятное такое состояние. И, ну, сегодня, когда я выспалась, я делаю вывод, что мне нужно было реально нормально, полноценно отдохнуть. Не знаю, может быть, и морально тоже. Короче, как я не знаю. Еще интересный вопрос. Я уже постоянно получаю сообщения по поводу моего видео, да, которое я выпустила. Не знаю, говорила я или нет. Я в Телеграм точно об этом писала. Подпишитесь на меня, чтобы ничего не пропустить. Это видео я сняла на 3 часа. 3, блин, часа. Ну, не, наверное, в этом видео говорила в влоге. И оставила всего час 0.9. Ведь это на самом деле трэш. То есть вы можете представить, сколько всего я вырезала. Сколько каких-то, возможно, интимных подробностей, неинтимных. Ну, короче, вырезала я достаточно. И спрашивают по поводу результатов гистологии. Типа, удалось ли выяснить, в чем была причина. Я, по-моему, делала фото документа. Потому что, когда я его получила на руки, что-то посмотрела, ни хрена, типа, не поняла. Ну, короче, суть в том, что там какими-то простыми словами сказать, что, типа, все в пределах, типа, нормы. Типа, ну, то есть это... Я даже не знаю, как сказать, как это может быть в пределах нормы. В общем, я просто не знаю, как это описать. Но, типа, ничего нового. То есть ничего такого, чтобы прям, типа, ого, что это такое? Мы такого не знали, что это за такое отклонение непонятное. То есть, типа, выглядело все так, что обычная ситуация, обычная, там, грубо говоря, причина произошедшего. Сейчас я пытаюсь найти. Я делала фото, потому что этот документ, бумажку, мне нужно было потом отдать в женскую консультацию. Неужели я не сфоткала этот результат гистологии? Я за ним, кстати, ножками в больницу приходила, потому что мне ничего не пришло на госуслуги. Там сказано, что спустя 10 дней я должна прийти на госуслуги, но мне ничего не пришло. Не знаю, может, у меня там что-то не заполнено, чтобы мне, типа, пришли такие данные. Да, что-то я не могу найти. Ну, короче, там ничего интересного, на самом деле, написано не было. Такого, чтобы я такая, ого, ничего себе. Блин, я, конечно, смотрю фотки, такая я худая была в тот момент, реально. Ну, типа, если сравнить с тем, какая я сейчас, что я вообще прям пышечкой стала. Ну, типа, не то, что я не ощущаю себя какой-то жирухой, но там я прям реально, вот, я смотря на фотки, вижу, что я прям худая, прям худая-худая. Вообще, кости и кожа. Чё, езжай, давай. В смысле? Давай, езжай. Любовь. Ну, ты же будешь на пачку. Пив. Пива хочешь. Достался последний кусок. Каждый съел по два куска. Я, получается, ем столько же, сколько и ты. И вот вопрос. Кто из нас, чё, либо я ем до хрена, типа, как мужик, либо ты ешь маловато. Ты как тенчик питаешься. Да? А я как жиробат. Я худею. Видишь? Зачем? Чтобы меня поставить в неловкое положение? Потому что я не худею. I love them. Говорила. Ну, чё, вы кидите, что ли? Если хочется, ешь. Да мне не хочется. Да не ешь. За тебя кто заставляет? Ну, не в помойку же выкидывать. Ну, давай. О, ребят, у меня походу расстройство пищевое, блин. Тьфу-тьфу. Я раньше, если чё-то уже наелась и всё, не буду доедать. Давай отдадим кому-нибудь. Нашему таракану. Какого именно ты имеешь ввиду? Того самого. У нас дома таракан затесался. Суть в том, что я прихожу на кухню, вижу таракана, я в шоке. Зачем-то первым делом, вместе с тем, что начинаю орать, девать славу, начинаю его снимать. Вот, я его снимаю. Он уже скользает под микроволновку. Сука, и остаётся там навсегда жить. Не просто под микроволновку, он залезает куда-то в микроволновку. Мы его так и не нашли. Остается только, блядь, гадать, где он. Короче, это ужас. Точно таракан знает, куда он у нас. Давай меча его убить. Давай, 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 давай. Я не могу. Одну ушку поставить. Так что сейчас в этой квартире проживает где-то два человека, одна собака. И один таракан. И один таракан. Но, возможно, их много. Мы просто не знаем. Не знаю. Самый убор в том, что... Короче, как сказать? С одной стороны, понятно, что тараканы живут там, где антисанитария. Мы с этого поржали со славой. Я говорю, типа, бляха-муха, столько убираюсь постоянно. Реально, столько убираюсь. И всё равно, типа, таракан. Да, ну, короче, Ланадин, я думаю, откуда-то просто к нам заполз. Может, не знаю, может, у соседей срач. И там, не знаю, чего у них валяется. Но я знаю, что есть дома, в которых очень часто, особенно если мусоропровод, и оттуда тараканы. Или старые какие-то дома. Потому что квартира, в которой я жила с родителями первые там пять лет своей жизни, тот дом, там всегда были тараканы. Их травили, да, они на какое-то время, ну, исчезали. Но потом они опять появлялись. Это не потому, что дома было грязно. Разумеется, нет. А просто потому, что дом такой, мусоропровод. И, короче, ужас. У нас, на самом деле, уже было такое, что мы видели дома таракана. Мы его просто убивали. И всё. И потом никаких других тараканов мы не видели. А этот, видимо, оказался какой-то умный. Он залез под микроволновку. Потому что ему больше некуда было залезть в тот момент. И это трэш. Типа, я просто стараюсь об этом не думать. И каждый раз когда прихожу на кухню, думаю, блин, а вдруг он сейчас откуда-то вылезет, набросит на меня. Ну, короче, это просто кошмар какой-то. Слава поехал на рынок. Сейчас я ему напишу список того, что нужно купить. И пока он будет заниматься этими делами. Мы с ним вчера договорились, что он поедет. А я пока досниму влог, смонтирую его, соберу наши вещи. Что-то тут приберу, пропылесошу. Короче, не знаю, как обычно. У нас был такой срач. У нас просто... Что-то был ужас. Я даже думаю, может, у меня от этого какая-то тревожность была. Такое состояние говняное прям. И я вчера даже немножко прибиралась. Помыла раковину, ванну. На кухне хорошенько тоже помыла. Все, дверцы помыла. Вот. Все, что было там, разложила посуду. Все кисточки свои макияжные помыла. Тоже вчера стол мой макияжный тоже, короче, помыла. Ну, в общем, в идеале, конечно, еще поменять постельное белье. Но это уже сделаем, как вернемся в Москву с дачей. Так, напишу список. Первое. Свиная шейка. Картошка крупная. Хлеб у нас дома есть. Ну, что-то я из дома возьму. Много набирать тоже не хочется. Единственное, что нужно, закупиться кормом для пушка. Прям как следует. Блин, вы так давно на даче не были, я в шоке. Там у нас еще вкусные огурчики есть в банках. Такая, знаете, типичная история, когда жена пишет мужу список продуктов. Короче, я не знаю, что нам еще надо. Мне кажется, нам особо толком ничего не надо. Я вообще думала сделать пюрешку дома и повезти ее на даче. Я думаю, блин, ну сейчас еще пюрешку делать, конечно. Во-первых, у меня, по-моему, тут даже картошки сейчас нет. Ее нам заказывать, чистить, варить. Я думаю, блин, я быстрее соберусь, смонтирую этот влог. Вообще, и мы уже быстрее, и Слава вернется, и мы быстрее уже на дачу поедем. Потому что время уже 2 часа 17 минут на минуточку. А мы как бы еще вообще не так. Странно, соседи говорят, что Пушок не очень любит кушать рыбу. То есть он больше любит, типа, ягненка какого-нибудь, говядину, там, курицу. А почему-то там лосось вот есть с лососем, он не любит. Хотя у меня он прекрасно ел лосось. Не знаю. Короче, все, список мужу написала. Теперь могу сама пойти валяться в кровати. Нет, на самом деле, сейчас нам нужно заправить кровать, собрать вещи, потом сяду... Или нет, неправильно. Сначала я сяду за монтаж. На, потому что пока трендрится, пока я поставлю на загрузку, я думаю, так будет правильно. Так что я пошла собираться, монтировать этот влог. И обязательно ждите следующий влог, потому что он будет с дачи. Я даже в это не верю просто, что мы поедем сегодня на дачу. Мы там не были больше месяца. Прям сильно больше месяца, потому что в декабре у нас не было на это времени вообще. В ноябре мы, по-моему, там были в прошлый раз. Либо мы в ноябре были в прошлый раз. Да, но мы приезжали так буквально, типа, ненадолго. Либо вообще в октябре. Не, ну в ноябре, я думаю. Хотя хрен его знает. Ну, короче, давно мы там не были, а сегодня уже 14 января. Кстати, сегодня старый Новый год. Так что, поэтому мы тоже хотим пожарить тяжелых на даче, типа, отметить в духе. А еще мне нужно записаться на реснички. Наверное, как раз сегодня-завтра напишу своему мастеру, чтобы она меня записала. Куда-нибудь в ближайшее окошко, потому что у меня уже... Ну, так, мало, короче. Они пока, слава богу, выглядят нормально, но в целом уже можно как бы задуматься о том, чтобы сделать новые реснички. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Возможно, он был не очень длинный, но так уж получилось. Ждите следующий. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.